Материальное счастье, оно связано с представлением о том, что я должен быть счастлив как индивид. Это моё счастье, эгоистическое счастье. И человек не понимает, что быть счастливым в одиночку невозможно. Потому что счастье — это состояние, которое нужно с кем-то разделять. Если ты не можешь его с кем-то разделить, то ты не можешь быть счастливым. Когда человек становится на этот путь, он понимает, что быть счастливым означает быть способным разделять счастье с другими. То есть, альтруизм или бескорыстие — это не состояние человека, который обделяется чем-то. Есть сложное понимание альтруизма, что бескорыстие означает, что ты делаешь счастливым других, но сам остаешься при этом несчастным. Но в действительности бескорыстие — это и есть состояние счастья. То есть, только счастливый человек может быть бескорыстным. Потому что если человек несчастен и что-то делает при этом для других, это означает, что у него есть какой-то скрытый мотив. Он хочет что-то получить. А если человек счастливый, и он делает что-то для других, он это делает из изобилия, а не из дефицита. То есть, у него просто есть, и он делится с другими. Поэтому, то счастье, которое люди испытывают, когда они собираются вместе, обсуждают важные темы, занимаются совместным служением, это счастье, оно дает… это не просто переживание счастья, а это понимание того, как это счастье создается. Вот этим отличается материальное счастье от духовного. Материальное счастье — это переживание, временное переживание счастья, а духовное счастье — это способность создавать это переживание. То есть, по сути дела, духовное счастье — это творческий акт, а материальное счастье — это потребительское состояние.